С новостями к данному часу в студии Вера Захарчук. Здравствуйте. В элитном жилом комплексе столицы седьмого этажа сорвался лифт, внутри которого находились люди. Сработала система экстренного торможения и, к счастью, обошлось без жертв. Жильцы отмечают, что подобные ситуации уже возникали, а в управляющей компании считают лифты исправными. Наши корреспонденты разбирались в ситуации. Гранд Астана Элит относится к жилым комплексам премиум-класса. Его сдали в эксплуатацию лишь в 2012 году. Однако уже сейчас жители жалуются на небезопасные лифты. Лифты постоянно трясет, не только в нашем подъезде, но и вообще все шесть подъездов в ужасном плачевном состоянии. Изначально эти лифты были ужасные. Хочется, чтобы нам их заменили. Мы готовы предпринять какие-то меры. Я не хочу никого лично обвинять и оскорблять. Я хочу просто, чтобы было безопасно. И вот произошел новый случай. Кабина подъемников, в которой находились пять человек, на большой скорости начала движение вниз с седьмого этажа. Благодаря системе экстренного торможения лифт не упал в шахту, а застрял между первым и вторым этажами. По словам жильцов, они лишь по счастливой случайности не пострадали. В Акимате столицы на этот счет другое мнение. По лифтам ситуация, что по вчерашнему лифту по Гранд Астана мы сейчас рабочую группу создали. Строг эксплуатации лифта не вышел. Он эксплуатируемый. Поэтому комиссия решит, даст выводы. Да, было аварийное торможение между вторым и третьим. Сегодня жители надеются на справедливое заключение рабочей группы, которая занимается этим инцидентом. По словам заместителя Акима Астаны, в прошлом году в столице заменили 96 лифтов. Проводилась проверка лифтовых хозяйств. В 2018-м обследование подъемников осуществляется по мере поступления жалоб от населения. Сабина Торгаева, Ерлан Наурусбаев, Хабар-24, Астана. Полторы тысячи административных правонарушений выявили инспекторы местной полицейской службы Западноказахстанской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Эта статистика только за 25 дней. На улице города курсирует около 400 автобусов и «Газели» и всего более 50 пассажирских маршрутов. Как выяснилось в погоне за прибылью, водители общественного транспорта чаще всего превышают скоростной режим и нарушают правила маневрирования. За три недели выявлено более 140 фактов выезда на маршрут автобусов, не прошедших обязательный техосмотр. Между тем, только за прошлый год с участием автобусов на дорогах области произошло 17 ДТП, где три человека погибли, а 20 получили травмы. Двумя неделями ранее при столкновении автобуса с КАМАЗом погибли кондуктор и пассажирка. «199 – это нарушение было выявлено за нарушение скоростного режима. 13 транспортных средств было выдворено на спецавтостоянку за различные правонарушения, а также 30 фактов незаконно переоборудования транспортных средств». «Вечером иногда приходится задерживаться на работе и отсюда уехать очень сложно. Слишком по времени они заканчивают рано. И когда даже у них должен быть автобус, часто его нет, последнего автобуса, бесполезно его ждать. Но нам такси уезжать накладно». Аэропорт «Семия» пытаются вернуть в государственную собственность. В начале этого года движимое и недвижимое имущество воздушной гавани было продано через аукцион одной из частных компаний. Узнав об этом, руководство области подало иск в суд на «Семейавиа». На днях прошло судебное заседание, где сделку признали незаконной. Масштабная реконструкция воздушной гавани ведется уже второй год. На ремонт стратегического объекта по программе «Нурлэжол» выделено 10 миллиардов тенге. Завершить все работы местные власти планируют в этом году. «В судебном порядке с иском от Акима области конкурсный управляющий сегодня вернул обратно то здание, которое он продал. Теперь должны быть по процедурам новые торги и государство в лице СПК должно выкупить себе его». Специалисты приступили к вакцинации скота в селе Жармыш в Мангоставской области, где были выявлены факты бешенства у верблюдов. Об этом сообщило руководство области на брифинге в региональной службе коммуникации. Будет привито все поголовье в двух крестьянских хозяйствах. Специальную вакцину доставили из Астаны. Прививки против бешенства сделают всем, кто контактировал с животными. Экспертиза показала, что скот заразился от волков. Специалисты успокаивают. Зараженное мясо и молоко не успели продать, поэтому причин для беспокойства нет. Были проведены исследования проб, взятых у 42 животных, которые пали за последние два месяца. Только в пяти случаях выявлено наличие опасной инфекции у двух верблюдов, лошади, а также волка и кошки. На экспертизу направлены анализы еще 20 животных. В дворах, где была обнаружена эта болезнь, были наложены меры ограничения. То есть ограничивается перемещение животных с этого двора, а также проводятся дезинфицирующие мероприятия в этом дворе, а также принимаются меры прививок именно животных этого двора. Черная икра и рыба осетровых пород изъята в первый день операции Кедерге в Атерао. На трассе, ведущей в Уральск, сотрудники дорожной полиции проверили автомобиль «Лексус». В салоне внедорожника было обнаружено 42 осетра общим весом 69 килограммов. Возраст, выловленных браконьерами рыбин, 2-3 года. Первое потомство они смогли бы дать не ранее, чем через 5 лет. В тот же день в городе было изъято 25 килограммов осетрины и 2 килограмма черной икры, подготовленных к продажам. 2 килограмма дорогого деликатеса на этой неделе изъяли и в аэропорту. Его пытался переправить в Турцию гражданин Ливаном. Напомню, по инициативе Казахстана, все прикаспийские страны ввели мораторий на вылов в естественной среде обитания рыб осетровых пород. Его ведение связано с катастрофическим сокращением поголовья севрюги, осетра и белуги в Каспийском море. Кроме черной икры и рыбы осетровых пород, сотрудниками полиции изъято у браконьеров 800 килограммов незаконно выловленного сазана. По всем фактам задержания начато досудебное расследование. Оно проводится по статьям, предусматривающим наказание за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами фауны, а также браконьерству. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в мексиканском штате Хахака на юге страны. Об этом сообщили в геологической службе США. Информации о погибших или пострадавших не поступало. Известно, что эпицентр находился в 53 километрах к северо-востоку от города Пинотипа Националь на глубине 24 километров. После первого толчка сейсмологи зафиксировали около 120 автошоков. Самый сильный из них достиг отметки в 5,9 баллов. Сейчас угрозы возникновения цунами нет. Как сообщают в Министерстве внутренних дел Мексики, из-за подземных толчков здания в штате Хахака повреждены. Однако точные масштабы разрушения неизвестны. В столице Мехико также почувствовали тряску, сработала система оповещения. Горожане покинули высотные здания. Напомню, осенью прошлого года в Мексике произошли два мощных землетрясения. Тогда в общей сложности погибли более 450 человек. В южных и центральных штатах страны подземные толчки разрушили около 200 тысяч домов. Еще 2 миллиона человек понесли материальный ущерб. Очень сильное землетрясение. Мы живем на 4-5 этажах. Когда услышали сирену, сразу же выбежали на улицу. Потом секунд 15-20 она не работала. И именно в этот момент мы почувствовали мощные толчки. Целая улица провалилась с подземлю в центре Рима. Гигантская воронка глубиной 10 метров прямо на глазах у людей поглотила несколько припаркованных автомобилей. К счастью, никто не пострадал. Чрезвычайные службы оперативно эвакуировали жителей близлежащих домов. Более 20 семей остались без крыши над головой. ЧП произошло неподалеку от Ватикана. По предварительным данным, причинами обвала грунта могли стать размытие земли водой, а также строительные работы в районе. Мэр итальянской столицы пообещала помочь пострадавшим найти виновников. Европейский союз не предоставит Турции безвизовый режим, пока Анкара не смягчит законы о борьбе с терроризмом. Об этом в Болгарии заявил министр иностранных дел Бельгии Детье Рейндерс. Однако власти Турецкой республики утверждают, что из-за угрозы безопасности в регионе они нуждаются в них. При этом Анкара уверяет, что вступление в ЕС является стратегической целью страны. Отмечу решение о введении безвизового режима с Турцией является частью соглашения по беженцам. В 2016 году Анкара договорилась с Брюсселем, что будет принимать назад мигрантов, которые незаконно едут из Турции в Евросоюз. В обмен ЕС обещали финпомощи для содержания переселенцев, а также предоставить безвизовый режим. Руководители антимонопольных служб стран Евразийского экономического союза обсуждали, как лучше взаимодействовать с бизнесом для защиты конкуренции на трансграничных рынках. Совещание под председательством министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марата Кусаинова прошло в Москве. Евразийская экономическая комиссия предлагает обучать бизнес с основом защиты своих прав и интересов. Участники совещания отметили, что в ЕС отсутствуют предупреждающие меры в сфере пресечения нарушений общих правил конкуренции. Они одобрили инициативу ЕЭК внедрить институт предупреждения и профилактики нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках, а также план мероприятий по повышению информированности бизнеса на ближайшие два года. Это позволит снизить административную нагрузку на бизнес уверенным представителям антимонопольных органов. В прошлом году мы завершили первое в практике Евразийского дела о наложении штрафа на Новолипидский металлургический кабинет за ценовую дискриминацию потребителей Беларуси и Казахстана, а именно Минского и Кентавского трансформаторных заводов. Кроме того, мы рассмотрели 12 заявлений по нарушению правил конкуренции, начали 4 расследования, 2 из них по заявлениям казахстанских предприятий. Комиссия дальше будет помогать бизнесу, отстаивать свои интересы, защищать права на общем рынке. Адамин Кен очень активно сотрудничает с Евразийской экономической комиссией в рамках заключенного меморандума о необходимости, целью является данного меморандума, необходимость разъяснения отечественным предпринимателям Республики Казахстан о соблюдении прав конкуренции тех норм, которые записаны в договоре ОИАЭС. У них есть право обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с целью защиты их интересов. Поэтому эта работа у нас системно проводится на протяжении последних уже трех лет, и мы ее намерены продолжать в дальнейшем. И мы считаем, что это повысит информированность бизнеса и очень высоко отразится на конкурентоспособности нашего бизнеса. Жители Китая встретили Новый год по лунному календарю. Празднование торжества обычно не проходило без красочных салютов, однако в Пекине все реже используют пиротехнику. А в нынешнем году местные власти ее вовсе запретили. Как отметили год собаки в Поднебесной, в следующем материале. Китайцы отмечают долгожданный праздник весны – Новый год по восточному лунному календарю. Праздничные мероприятия пройдут в больших парках Пекина. Улицы столицы украшены традиционными красными-зелеными фонарями, которые символизируют добро, радушие и благоденствие. Концерты в парках не бесплатные, но билеты недорогие – всего по 10 юаней на человека. Тысячи людей съезжаются в столицу с разных концов страны, чтобы посетить красочные новогодние мероприятия, которые продлятся еще две недели. А значит, благодаря внутреннему туризму пополнится столичный бюджет. Я из города Ухань. В этом году специально приехал на праздники в столицу. Правильно сделали, что запретили пускать салюты в Пекине. Зачем загрязнять только недавно очищенное небо и воздух? В этом году улицы города украшены с особым изобилием. На главном проспекте столицы, например, развешаны 200 тысяч китайских фонариков. Это их рекордное количество, если сравнивать с прошлыми годами. Жители и гости столицы пребывают в хорошем настроении. Фотографируются на фоне украшенных зданий. Хочу, чтобы в этом году моя работа была успешной. Всем китайцам желаю счастья и благополучия. По восточному календарю каждый год олицетворяет определенное животное. Символ нынешнего года – желтая земляная собака. По поверью, китайцы в собаке защищают от бед, приносят в дом счастье и благополучие. А местные астрологи прогнозируют в 2018 году урегулирование мировых конфликтов и улучшение экономического состояния. В этом году не смог поехать в гости к родственникам. Очень много работы. В новом году я жду только хорошего. Собака – доброе, верное животное. В праздники китайцы наряжают свои квартиры и дома символом года. На дверь вешают пять разноцветных лент. Они обозначают семью, работу, деньги, любовь и здоровье. Айдана Карибжанова, Нурбек Бекен, Джан Сюй, Хабар 24, Пекин. Как всегда, больше новостей на нашем сайте 24.kz. Обязательно заходите. У меня пока все. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok